Больничные листы теперь разрешено оформлять фельдшером и помощником врача. Мера временная, соответствующий приказ подписан Минздравом. Такое решение призвано снизить нагрузку на врачей в период пандемии. Нацбанк Беларуси вновь сохраняет уровень ставки рефинансирования на отметке 7,75%. Эти позиции останутся еще как минимум до начала будущего года. Решение приняли накануне на заседании по денежно-кредитной политике. От значения ставки рефинансирования зависят проценты по кредитам. Чем ниже показатель, тем доступнее ресурсы для развития реального сектора экономики. Федерация профсоюзов предлагает предоставлять работникам до пяти оплачиваемых дней без больничного в условиях пандемии. Главная цель – снизить нагрузку поликлиник. Речь идет о тех случаях, когда работник плохо себя чувствует из-за ОРВИ. Чуть меньше 50 дней осталось до Нового года. В ряде магазинов страны уже активно разворачивается предпраздничная торговля. Уже сегодня покупатели могут найти на прилавках необходимую новогоднюю атрибутику и сладкие подарки. Ассортимент расширяется с каждым днем. Также стартовали и масштабные распродажи. Бобруйский горисполком опубликовал график работы общественной приемной по сбору поступающих от населения общественно значимых инициатив по вопросам конституционной реформы и иным актуальным проблемам страны и регионов. Ознакомиться с ним подробнее можно на сайте бобруйск.бай в разделе новости.